Мечта, а не работа. Пока. Основа, по идее, должна как-то приятно рассыпаться. Красивая подача, очень красивая, ну короче. И все получится. Обещанный конкурс. Ребята, всем большой привет. Меня зовут Шевчук Полина. Я кондитер, блогер и основатель своей онлайн-школы для кондитеров в Шевску. И сегодня мы с вами в самом центре столицы. А что это значит? Это значит, что мы идем пробовать десерты. Я надеюсь, что вы это видео ждали примерно так же, как и я ждала сегодняшней съемки. Потому что, скажу честно, это, наверное, самый мой любимый день в году. Потому что сегодня мы будем пробовать десерты. Но мы решили немножечко изменить формат. И в этот раз мы будем пробовать не разные десерты в разных кондитерских, а один десерт в разных кондитерских. И сегодня мой выбор пал на десерт чизкейк. И мы попробуем его в трех разных местах и в трех разных ценовых категориях. Мы попробуем дешевый чизкейк, чизкейк средней цены и дорогой чизкейк. Кстати, обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в конце вас будет ждать очень приятный подарочек. Я хочу рассказать вам разницу между чизкейком и запеканкой. По сути, суть, суть, она одна. Но в запеканке у нас, получается, нет песочной основы, да? И запеканка делается на основе творога, а чизкейк делается на основе творожного сыра. Это может быть в Филадельфии, у нас чаще используют маскарпоне. Вот, поэтому секрет идеального чизкейка, это как раз-таки в правильном сыре, в правильной консистенции этого сыра. Часто делают как раз-таки чизкейк, да? И на выходе получают запеканку, вот по вкусу. И здесь, получается, идет несколько возможных ошибок. Это неправильные пропорции этих ингредиентов, а также неправильный сыр как раз-таки, да? Поэтому обратите на это внимание. И сейчас мы как раз-таки попробуем этот самый чизкейк в трех разных местах. Первое место, где мы будем пробовать максимально дешевый чизкейк, это... Первое место, где мы будем пробовать самый дешевый чизкейк, это кофейня Кофикс. Давайте, пожалуйста, вот его чизкейк с лавандой. Смотрите, здесь есть несколько чизкейков на выбор. Классический чизкейк в Нью-Йорке, я так поняла. С лавандой. Какой-то желтенький. Это, возможно, с арахисом, да? Нет, арахис, это оранжевый. Банановый шоколадный. Банановый шоколадный. О, как! Мечта, а не работа! В Кофиксе не было мест, чтобы съесть, собственно, этот чизкейк. Поэтому сейчас мы ищем место для того, чтобы нам попробовать, собственно, наш чизкейк. Мы нашли единственную лавочку на проспекте мира, около аптекарьского огорода. И сейчас будем пробовать наш чизкейк. Мне кажется, он уже подтаял, потому что я лично точно растаяла уже. Да, в общем, оценим, собственно, вот такую вот красивую тарелочку. Очень красивая подача на миллион, я считаю. Какая-то вилочка тоже, да? Но, как бы, этот чизкейк стоил 150 рублей. Что я хочу за 150 рублей? За 150 рублей, мне кажется, чизкейк выглядит очень даже хорошо. Тут даже у нас есть какая-то крошка. Я что-то не знаю, что это за крошка. Сейчас будем пробовать. Также здесь, я так поняла, желешка как раз-таки тоже лавандовая. А че он заветрившийся весь? Он, видимо, со вчерашнего дня там лежал в холодильнике. У меня все прилипло к зубам. Чизкейк очень плотный. Супер густой, очень. Он вообще не тает во рту. Давайте еще отдельно печеньку попробуем. Печенькой все норм. Но сама основа, смотрите, я провожу вилкой. И он вообще, ничего с ним не становится. Просто потому, что он весь заветрился. Ну, типа, вот, я прям нажимаю. Это просто кусок, вот, сухой. Тут вот, хотя бы идет, да? Сцепка какая-то. А здесь ничего. Насчет лаванды. Лаванду я чувствую. Приятная, легкий вкус лаванды. Но сам чизкейк мне не понравился. Возможно, если бы мне дали свежий, ситуация бы улучшилась. Цена 150 рублей не оправдана даже здесь. Ну, как бы просто, наверное, долго лежал или какие-то неправильные условия хранения. Я чего-то больше не хочу его есть. Сами видите все, да? Как бы, как мне это все подали. Ну, собственно, это кофикс. Для такого вот масс-маркета в целом все хорошо. Но сам продукт мне не понравился. Возможно, надо было попробовать еще что-то другое. Но конкретно вот лавандовый чизкейк мне не понравился. Ну, реально же деревянный. Ну, как это вообще? Пару слов про консистенцию. Консистенция здесь плотная и однородная. То есть чизкейк должен быть однородным. Это его главное отличие от запеканки. Но, тем не менее, как бы это единственный плюс этого чизкейка. По остальным всем критериям, этот чизкейк невкусный. И его я пробовать больше не буду. Пока. Второе место, куда мы решили сходить, это Старс Кофе. Во-первых, мы проверим, сильно ли там изменилось качество после того, как Старбукс, собственно, ушел. Ну, и также попробуем чизкейк. Вкусный ли он там и стоит ли его там пробовать. Итак, давайте посмотрим на ассортимент. Мы здесь видим классический чизкейк Нью-Йорк и чизкейк манго-маракуйя. Чизкейк манго-маракуйя стоит 280 рублей, чизкейк Нью-Йорк – 285. Давайте попробуем классический чизкейк Нью-Йорк. Ну, во-первых, я чувствую себя человеком. Мы уже не на лавочке. Это уже хорошо. В Старсе мне дали чизкейк в бумажной тарелочке. Насколько я помню, всегда в Старбуксе подавали десерты на хороших тарелках, да, в обычных керамических, а тут на бумажных. Ну, это как-то не очень солидно, что ли, скажем так. Еще тут нет салфеток. Так, давайте оценим пока чисто визуально. По консистенции все супер. Чизкейк однородный. Тут у нас есть очень аккуратная, да, песочная основа. За это отдельный лайк. Ощущение, что чизкейк снова заветрился, а нет, все окей. То есть я вот нажимаю вилочкой, и сразу остаются отпечатки. То есть чизкейк никак в кофиксе, он не деревянный. Давайте попробуем классический чизкейк Нью-Йорк. Вот он хорошо режется, все окей. Чизкейк вкусный. Этот вкус очень ошибочный, потому что здесь очень много химии в составе. Я отчетливо чувствую растительные сливки 100%, миллион процентов. Также я чувствую очень яркий вкус ванили. Это, скорее всего, даже ванилин, потому что вкус прям вот химический. А чизкейк, кстати, тоже очень сильно прилипает к зубам. Я не знаю, может быть, это какая-то особенность чизкейков из вот таких вот заведений, где чизкейки не пекутся, да, вот именно в этом месте. То есть они привозятся заранее. Я снижаю балл точно за качество продуктов. Ну и, конечно, за подачу. В целом за 280 рублей можно было бы подать чизкейк, ну как минимум, на хорошие тарелочки. Смотрите еще, какая песочная основа. Она прям как будто из пластилина сделана. Ну, то есть песочная основа, по идее, должна, ну, как-то приятно рассыпаться. А здесь вот просто песочная основа идет как будто бы, как будто тоже творожная какая-то. Также хочется отметить, что я здесь не чувствую сливочный вкус. Вот это вот, мне кажется, прям значительный минус, потому что чизкейк должен быть, да, как раз-таки сливочным. И мы должны отчетливо чувствовать вкус сыра. Но, скорее всего, из-за того, что здесь идет как раз-таки в составе растительной сливки, вкус из-за этого теряется. В общем, чизкейку из Старс Кофе я ставлю дизлайк. Мне не понравилось. И надеюсь, что в следующем месте мне понравится, наконец-таки, чизкейк. А то мне уже надоело пробовать невкусные десерты. Мне в целом, на самом деле, никогда не нравился Старбакс. Но раньше хочется сказать, что качество действительно было намного лучше. И по кофе, и по десертам. Я раньше очень любила здесь именно выпечку. Но сейчас я к выпечке даже не притрагиваюсь. Мне даже чисто визуально она не привлекает. Просто потому, что выглядит прям очень сухо. Будто бы она лежала уже приличное количество времени. Ну, собственно, этот чизкейк тоже немножко олицетворяет эту ситуацию. Как будто бы чизкейк уже тоже немножечко полежал. Надо было, кстати, попросить с коробкой, чтобы посмотреть дату изготовления. Потому что мы не знаем, когда он был сделан. Так что вот такое вот мне мнение по поводу Старса. Конечно, здесь чисто, аккуратно. Это, конечно же, большой плюс. Но, опять-таки, находиться мне здесь не совсем уютно и не совсем комфортно. Наше третье место – это кондитерская Ника. Я очень люблю это место. Я часто туда приходила, когда училась в универии. И, собственно, это место было прям вот в двух шагах от моего института. Вот, поэтому там я часто пробовала какие-то десерты. Но до чизкейков никогда не доходили у меня руки. Поэтому сегодня как раз-таки попробуем чизкейк в этом месте. Ну что же, вот мы и добрались до Ники. Вот там вот за углом мой институт. Вот буквально здесь пару метров. И, соответственно, пойдемте скорее пробовать их десерты. Я уверена, там будет очень вкусно. Просто каждый десерт – это произведение искусства. Ты посмотри на это. Это медовик, насколько я понимаю. Он тоже выглядит очень красиво. Ну, я думаю, что вы здесь сразу заметили уровень, качество этого места. Визуал просто невероятный здесь. Внимание просто каждой детальки. Чего это стоит одна веранда? Она просто невероятная. Также здесь всем посетителям дают воду. Я обожаю, когда как делают. И мне кажется, что вот себестоимость подачи воды, она совсем небольшая. Но это сразу так приятно. Сразу чувствуется, что вам здесь рады. Ну, то есть я прям обожаю искренне это место. И мало того, что оно еще очень красивое. Это красиво в месте. В центре Москвы. На Остоженьке. И ты можешь здесь, собственно, наслаждаться процессом. И наслаждаться десертами, которые здесь подают. Как я уже и сказала ранее, здесь каждый десерт – это просто произведение искусства. Еще особенность этого места, что здесь все десерты делаются непосредственно в кондитерском. То есть это собственное производство. И я это очень сильно ценю. И прошу, чтобы вы тоже обращали на это внимание. Так что ждем наш чизкейк. Я взяла с маракуйи и манго, по-моему. И также взяла латву. Так что сейчас будем пробовать. Господи, ну посмотрите. Каждый стаканчик – очень красивая подача. Очень красивая. Ну, короче. Это невероятно. Спасибо. А можно я задам у тебя вопрос? У тебя есть отличная возможность попасть в мое видео. И если ты не против, я бы хотела у тебя получить одобрение, во-первых. Не против? Конечно. Расскажи, как ты давно на меня подписана. Почему тебе нравится? И в целом, как давно ты, кстати, вообще занимаешься десертами? Смотреть видео. Покрасающие торты. Какое развитие. Взлет пошел. Очень интересно было напитать. Слушай, а ты на заказ делаешь что-то? Я нет, не делала ни разу. На себя очистка. Хочешь на заказ делать? Я даже брала курс. Ну, заказ пока не решаю сделать. Не решаешься, но хочешь? Или просто... Да, хочу. Ну, все получится. Ну, все получится. Надо попробовать. Давайте разрежем. Давайте разрежем. Какой он нежный, друзья. Господи, я просто чувствую себя, наконец-то, человеком после предыдущих мест, где мы с вами были. После этого кофикса на лавочке, после Старса. Просто сидеть на этой веранде, ну, я считаю, что это чудесно. Тонкий велюр. Какое внимание, опять-таки, к деталям. Здесь идет очень тоненькая, да, такая прослоечка бисквитная. И вот сам вот этот вот чизкейк. Но мне кажется, что он прям с утра не классический, потому что здесь прям такая воздушная текстура. Это очень похоже на чизкейки, которые я делала в клубе у себя вот в апреле. И девчонкам тогда тоже очень понравилась эта текстура не классического чизкейка. То есть она не такая плотная, как, типа, оригинальный чизкейк. Что, давайте уже пробовать. Начинка, она просто очень насыщенная. Это манговое пюре. Оно очень вкусное. Очень классный бисквит. Он действительно похож на киндер-молочный ломтик. Вот эта вот творожная основа, она тоже, скорее всего, на желатине идет. И мне тоже очень нравится. То есть вот такой вот вариант не классического чизкейка. Прям очень классный. Мне очень вкусно, очень нравится. А еще в начинке идет зернышки маракуй. То есть здесь пюре, скорее всего, манго и прям маракуй. Видите? Прям зернышки. Короче, это нереальный кайф. Это очень вкусно. Обязательно. Еще мне хочется пометить, что вкус сбалансированный. Тебе не слишком сладко. Тебе не слишком приторно. Все просто идеально. Тебе не слишком тропическим. Вкус прям суперидеальный. В общем, я в восторге от этого десерта. Мне очень вкусно. Конечно, здесь еще я ставлю дополнительный лайк за ингредиенты. Здесь отчетливо чувствуются качественные свитки, качественные продукты. Здесь также у нас вот манго, манговое пюре, пюре маракуй. Там даже есть косточки. То есть это все очень качественно. Именно поэтому безумно вкусно. Ну что же, мы посетили Нику, поняли, что здесь самый вкусный чизкейк, который вы обязательно должны попробовать. И, конечно же, я искренне рекомендую именно это место. Чизкейк в Кофиксе и в Старсе мне не понравился от слова совсем. Поэтому их рекомендовать я не могу. А теперь обещанный конкурс. Ну что же, а теперь я рассказываю условия нашего обещанного конкурса. Но перед тем, как мы к ним перейдем, я расскажу про подарочки. Я подготовила для вас здесь бокс для кондитеров. В целом этот набор подойдет, даже если вы непрофессионально занимаетесь кондитерским делом. Здесь, значит, набор пяти красителей. Вот такая вот посыпка. Можно украшать торты, капкейки, любые другие десерты. Также здесь идет экстракт ванили от Гузман. Далее краситель водорастворимый вот в таком вот формате. И также к нему идет баночка для того, чтобы было удобно докупать, например, именно конкретный оттенок и пересыпать вот в такие вот баночки. Далее здесь идет целая упаковка сахарной пудры, набор для создания блинов и вот такая вот пудра с йогуртовым вкусом. А также я купила дополнительно вот такой вот капучинатор. Я очень часто использую его в своей работе. Вот поэтому надеюсь, что он вам тоже будет очень полезен. С ним можно делать, например, разводить мачу, водить бисквиты, разводить сублимированные какие-то ягоды. И все это очень быстро и оперативно объединять между собой. И для того, чтобы это получить, вам необходимо подписаться на мой YouTube, на мой Telegram, а также на мой Instagram аккаунт. Далее написать внизу в комментариях любой комментарий и оставить свой ник в Telegram для того, чтобы я вас нашла и связалась. И поставить лайк этому видео. Условия действительно очень простые, поэтому я надеюсь на вашу активность. Надеюсь, что вам понравился этот подарок. И вы будете участвовать в моем конкурсе. Ссылки на все свои аккаунты я оставлю также внизу в описании, чтобы вам было легко перейти и подписаться. Через две недели я в комментариях выберу победителя случайным образом. И также свяжусь с ним в Telegram для того, чтобы узнать адрес. И отправлю обязательно этот подарок. Удачи! Ну что же, вот наше видео и подошло к концу. Я искренне надеюсь, что оно вам понравилось. И до скорых встреч! Увидимся совсем скоро!